Доброе утро, дорогие радиослушатели и телезрители! В эфире программа «Якутск сегодня» в студии работает Ларина Сукуева за режиссёрским пультом Екатерина Голикова и Мария Новгородова. На календаре сегодня 12 марта пятница и сегодня в течение 45 минут мы поговорим об актуальной ныне теме COVID-19, а точнее о проекте «Хроники COVID», который организовала централизованная библиотечная система города Якутска. А после поговорим с психиатром о детских расстройствах. Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что вы смело можете задавать нам свои вопросы. Телефон студии прежний 32 0066 32 11 66, а также вы, конечно же, можете задавать нам свои вопросы по WhatsApp номеру 8 964 428 88 18. Доброе утро, Анна! Доброе утро! Расскажите для начала вообще, как пандемия сказалась на работе библиотеки города Якутска и как вы сейчас работаете? Ага. Прошлый год был очень для нас интересным и, несмотря на ограничения, некоторые трудности, он всё-таки был для нас очень творческим, потому что мы перешли на онлайн постепенно с некоторыми какими-то трудностями, но тем не менее у нас большинство проектов, большинство услуг перешли на сайт, куда-то ещё. В Инстаграме мы стали очень активно работать и в других соцсетях, поэтому мне кажется, что 2020 год был для нас очень плодотворным, несмотря ни на что. И я очень рада, что коллектив наш смог подстроиться под вот эти вот новые реалии. И что касается того, как мы работаем сейчас, то у нас действует предварительная запись сейчас. Сейчас забыла сказать, что в нашу систему входят 18 библиотек. Это библиотеки, которые входят непосредственно в город Якутск и пригородные зоны тоже. Действует предварительная запись, записаться можно любым удобным способом, можно через наш сайт, можно через электронную почту, телефон, социальные сети, любым удобным способом. У нас потихоньку начинает оживать клубная и кружковая деятельность, можно тоже записаться, участвовать. У нас сейчас идёт очень много прямых эфиров, очень много мероприятий, мастер-классов, поэтому мы работаем, креативим, присоединяйтесь. Сколько читателей одновременно могут находиться в библиотеке у вас? У каждой библиотеки по-разному, потому что площадь разная и лучше уточнять в ближайшей от вас библиотеке получается. То есть туда, куда вы хотите прийти, нужно будет уточнить. Ага, ну библиотеки, мы знаем, и как вы уже говорили, занимаются активно проектной деятельностью, расскажите об этом. Да, как я уже сказала, что у нас проектная деятельность гармонично вошла в такой онлайн-режим, и что здесь хотелось бы упомянуть, вся наша проектная деятельность, она направлена на гармоничное развитие личности, поэтому у нас очень много направлений. Есть у нас, допустим, финансовая грамотность не только для взрослых, но и для детей тоже запускается сейчас. Затем у нас есть проект, допустим, очень яркий библиотечный волонтер, где каждый может поделиться каким-то своим умением, навыком и попробовать себя в разных ипостасях, может где-то помочь в библиотеке. И вся наша деятельность, она проходит под программой якутсковедения. То есть мы занимаемся всем, что касается города Якутска, в том числе прошлая история. В прошлом году мы запустили несколько виртуальных выставок на нашем сайте, посвященных Якутску в годы войны. И также сейчас начали заниматься сбором материалов, посвященных тому, как пандемия сказалась на жизни нашего города. И вот более подробно об этом, тогда о проекте «Хроники COVID-19». Что вы можете рассказать? Кто стал вообще автором этого проекта? Автором этого проекта явилась наша директор Мария Витальевна Андреева. Она у нас очень деятельная личность. И мы, получается, начали собираться на эту тему в мае, можно сказать. И буквально за месяц уже разработали всю систему, структуру. И в июне запустились и начали активно собирать материалы. И там, допустим, у нас делятся на официальные какие-то данные. Каждый день у нас обновляются данные с оперштаба. Потом у нас есть все статьи, посвященные пандемии в городе Якутске. Есть истории горожан и есть истории организаций. То есть, получается, в качестве материала это статьи и истории горожан. А для кого вообще предназначен этот проект? Мы надеемся, что весь собранный материал в итоге будет интересен исследователям этой темы. Ну, как сейчас, так и, конечно, в будущем. Потому что это вот событие, не знаю, оно очень сильно повлияло. И такого, по крайней мере, в моей жизни, на моём веку не было. И мне кажется, что постепенно материал будет накапливаться, и ценнее он будет со временем. То есть через несколько лет, да? Да. Поэтому сейчас очень важно начинать всё это делать сейчас, когда у нас все воспоминания об этом свежи, как мы всё это видим. И важно не только рассмотреть это с точки зрения каких-то официальных документов, допустим, но и с точки зрения людей, как они это видели, как они это переживали, что у них изменилось и так далее. А как много материалов у вас сейчас, на данный момент? Сейчас около двух тысяч материалов размещено, получается, на портале. И это вот как раз-таки всё вместе. И истории, и статьи, и документы. А как горожане могут присоединиться к этому проекту? Может быть, сейчас услышат радиослушатели, телезрители увидят, да? И тоже захотят что-либо рассказать? У нас есть на сайте, на портале нашего проекта, специальная вкладка, где можно оставить свою историю, туда же можно прикрепить какие-то материалы. Мы изначально заявляли, что можно сделать всё это анонимно, и можно расписывать не только какие-то истории, прямо рассказы и так далее, можно просто отправить какое-то интересное изображение, допустим, как изменилось что-то во дворе в связи с пандемией. Помните, там детские площадки были заклеены, допустим, в определённый период. Это всё, мне кажется, будет для истории важно потом. И также у нас могут принимать участие в сборе материала целые организации, располагающиеся на территории Якутска. И у нас сейчас где-то, по-моему, 10 организаций присоединилось уже. Это, ну, в первую очередь мы, централизованная библиотечная система. Мы опубликовали истории того, как менялась структура нашей работы. Есть изображение, как мы в тапочках дома присоединяемся к семинару, допустим. И есть также истории уже более личные, как мы ездим в общественном транспорте, соблюдая все ограничения. Есть также, к нам присоединились учреждения культуры, образовательные учреждения, медицинские учреждения. Вот перинатальный центр Якутско-республиканской клинической больницы, они стали вторыми после нас, получается, кто опубликовал свою историю, предоставил материалы, и мы опубликовали это прямо ко дню медика. Это для нас было как-то очень ценным опытом. Мы были очень рады тому, что медицинское учреждение нас поддержало. И там действительно рассказана очень такая трепетная тема, это же все-таки перинатальный центр. И сколько детей родилось в период, там, с марта по июнь, когда мы собирали материал. И вот, кстати, Анна, я хотела задать вам вопрос, а какая история, какой материал вам больше всего запомнился за этот период? Может быть, как раз история от медиков? Да, как раз-таки вот эта история есть, потому что они были первые, кто нас поддержал, и приближался день медика. И из-за того, что это такая волнующая тема, было очень интересно. И материалы предоставила нам Зоя Николаевна Игнатьева. Это журналист, который является одним из голосов происходящего сейчас. Она очень ярко освещает, очень подробно, как истории из Красной зоны. И мы все еще активно сотрудничаем с ней. И вот было очень интересно узнать от первого лица, как это происходит. Не то, что мы видим... Со стороны, да? Да. А вот как человек переживает это. И там есть интервью заместителя главного врача. И вот там рассказывается, допустим, какие изменения произошли, и что создали специальное крыло для, допустим, матерей, у которых было подозрение, допустим, на COVID. И сколько детей, допустим, родилось у матерей, которые были в этом крыле. И мы же об этом как-то не задумываемся, потому что у нас у самих очень много каких-то изменений в жизни, в работе. И когда вот ты соприкасаешься с чужой историей, которая никак не связана как-то с твоей, ты понимаешь вообще масштаб того, что происходит. И то, что мы все не только, как сказать, должны быть погружены вот в то, что у нас происходит. Ну и поддерживать остальных, потому что мы все в такой единой ситуации. И пользуясь случаем, я бы хотела поблагодарить вообще всех-всех медиков. Вы потрясающие. Я присоединяюсь к этому пожеланиям. Анна, скажите, а есть ли аналоги подобных проектов за пределами нашей республики? Действительно, мы вдохновлялись подобными проектами, но за рубежом в масштабах нашей страны подобного проекта нет. Может быть, какой-то интерес уже вызывал, допустим, из Москвы, Санкт-Петербурга, крупных городов? При запуске проекта, да, история, вот этот проект вызвал резонанс в стране. Нас публиковали, нам писали, и республика в том числе услышала о проекте и хотела присоединиться, организации хотели присоединиться, но, к сожалению, мы занимаемся историей города. Ну, может быть, в будущем? Может, какие у вас планы на продвижение этого проекта вообще? Планы на продвижение? Мы работаем над этим проектом постоянно, и буквально через пару недель, 25 марта, у нас будет презентация проекта на базе точки кипения, потому что мы запускали, получается, проект в такое тяжёлое время, поэтому делаем официальную презентацию сейчас. Что ж, огромное спасибо, Анна, за интересные и полезные беседы. Я желаю вам удачи и отличного настроения. А телезрителям и радиослушателям хочу напомнить, что мы говорили о проекте «Хроники ковид». Из всех вариаций депрессивных состояний, пожалуй, самое парадоксальное – это весенняя депрессия. Вроде бы после осенней слякоти и зимней унылой стужей тёплые солнечные перемены, ожидаемые как никогда. Но нет. Не радует ни растущая продолжительность светового дня, ни яркое солнце, ни тающий снег. Весна стремительно и ярко преображает всё вокруг, красочные перемены происходят прямо на глазах, и каждый мечтает о таких же переменах в собственной жизни. Но вместо бодрости и прилива сил вдруг наваливается апатия, слабость, а хондра не даёт возможности радоваться весенним дням. Это она – депрессия. Но в чём вина жизнерадостной весны? Ответит нам на этот вопрос психиатр якутского психоневрологического диспансера Екатерина Андреева. И сегодня мы поговорим не просто о весенней депрессии, а о детской депрессии. Доброе утро, Екатерина Александровна. Доброе утро. Назовите, пожалуйста, самый распространённый повод для обращения к детскому психиатру. Ну, на сегодняшний день самым распространённым поводом для обращения к детскому психиатру являются различного рода задержки психоречивого развития, которые могут наблюдаться в составе каких-то психических расстройств, скажем, либо в составе умственной отсталости, либо аутистического расстройства. Таким образом. Какие проявления в поведении ребёнка должны насторожить родителей? Насторожить родителя может быть недостаточное речевое развитие, отставание в психическом развитии, опять же, несоответствие. Либо, если это касается эмоциональной сферы, то это расстройство настроения в виде тревоги, сниженного настроения или соматических расстройств, которые тоже являются признаками психических расстройств. Например, такие, как расстройство аппетита, сниженный аппетит, нарушение сна, или могут быть различные болевые симптомы. Это боли в животе, какие-то головные боли, которые не находят подтверждения в каких-то соматических расстройствах. А что по поводу гиперактивных детей? Стоит ли им посещать психиатра? Да, родители, жалующиеся на повышенную гиперактивность детей, достаточно часто обращаются к психиатру. Потому что такие дети, они могут доставлять как минимум беспокойство как дома, так и в детском саду. Например, ввиду повышенной двигательной активности, импульсивности и неосторожности, они могут представлять собой даже опасность для самих себя или для окружающих. То есть бегая или забираясь на какие-то высокие поверхности без учёта последствий, то есть такие дети, они не могут критически, конечно, оценивать и прогнозировать последствия своих поступков, поведения. И они могут, скажем, причинить себе травму или травму другим детям. Вот вы упомянули детский сад. Получается, что гиперактивные дети могут быть только в этом дошкольном возрасте? Или я не права? Нет, гиперактивность, она сохраняется и в более старшем возрасте, но, скажем, ближе к подростковому возрасту. Она постепенно, как бы, скажем, угасает, как бы она становится менее очевидной. Но в подростковом возрасте она часто сочетается с каким-то агрессивным поведением, девиантным. Вот, кстати говоря, вот насчет подростков, да, с какими проблемами подростки обращаются к психиатру, кроме вот девиантного поведения. Вот вообще что такое девиантное поведение, если объяснить? Девиантное поведение — это поведение, отклоняющееся от социальных норм. Например? Например, ну, это... Хулиганство, всё, что угодно какие-то вот. Уходы из дома, драки, ну, злоупотребление даже какими-то психоактивными веществами — это всё входит в девиантное поведение. А если человек страдает от неразделённой любви, вот у него смена настроения, то радуется, то плачет. Это вот девиантное поведение — это вообще повод обратиться к психиатру? Страдание от неразделённой любви? Ну, я бы не сказала, что к нам часто обращаются именно по такому поводу, но если оно является или последствием является какое-то расстройство настроения, в виде депрессии, тогда да, почему нет? А вообще кого больше среди ваших пациентов? Мальчиков, девочек, возраст? Вот каков их? Если это касается подростков, то больше, конечно, девочек, и чаще всего это девочки с расстройствами настроения, как правило, депрессивным расстройством настроения. А мальчики с чем приходят? Мальчики, ну, в основном с расстройством поведения, с агрессивным, опять же, протестным каким-то, оппозиционным, девиантным поведением. Как вы им помогаете в этих ситуациях? Ну, так как мы являемся психиатрами, да, врачами, то наше дело, наша компетенция – это диагностировать расстройство и назначить лечение, медикаментозное, как правило. Но, в принципе, мы можем рекомендовать и психотерапевтическую коррекцию, то есть какие-то занятия с психотерапевтом, с психологом. Ну, а вообще, как родителю понять, что у ребёнка депрессия? Это нужно за ним понаблюдать, да, насколько вот у него меняется настроение, как он себя ведёт, как он разговаривает, всё верно. Или вот ещё на что-то нужно обратить внимание? Поговорить с учителем, с воспитателем, если маленький. Да, на всё это можно обращать внимание и как-то отслеживать. Если вы имеете контакт со своим ребёнком, вы наблюдаете за его настроением, поведением. То есть если ребёнок потерял интерес к тому, что его раньше интересовало, если это дошкольный возраст, да, или жалуется часто на скуку, опять же, на какие-то болевые симптомы, да, на расстройство, на боли в животе, то можно, в принципе, заподозрить, что что-то не так сейчас. Наверное, для начала нужно обратиться к педиатру, да, чтобы как-то убедиться в своих тревогах или сразу идти к психиатру. Да, если это какие-то соматические симптомы, то, как правило, родители сначала обращаются к педиатру, конечно, а уже потом, если педиатр не находит никакого соматического заболевания, тогда направляют, ну, постепенно они, в общем, приходят к нам. Через ряд обследований каких-то, возможно, даже инструментальных. А так дети, надо сказать, да, что дети, они не обладают достаточным словарным запасом и не могут в полной мере описать, что с ними происходит, своё состояние. То есть они не могут пожаловаться, как правило, да, и вот в этом состоит сложность, в том, что у него изменяется поведение, то есть он может стать малоактивным, например, или, наоборот, агрессивным. Но за этим может стоять депрессия. Я вот хочу вернуться к младшему возрасту, да. Многие жалуются, и вот я думаю, что даже дети, которые смотрят западные фильмы, там же часто показывают про этих вот чудовищ, которые живут в шкафу, да. Вот как оберечь малышей от таких вот страшилок, от бабаек? Что нужно сделать с точки зрения психиатрии? Ну, вот такие, скажем, жалобы со стороны ребёнка, если он жалуется на то, что он боится монстров каких-то или, возможно, даже видит их, да. Ну, все через это проходят, на самом деле, дети, потому что окружающий мир, конечно, он не познан, не понят ими до конца, да. И они в процессе познания этого мира, восприятия его, да. И так как у них очень развито воображение, оно ещё называется эйдетическим воображением, то дети, у них есть такое свойство, они могут создавать какие-то образы в виде фантазии, в общем, и... Ну, как-то или, скажем, додумывать этот образ, то есть брать что-то из реальной обстановки, среды и вот как-то придавать ему какую-то форму. А что нужно делать в этом случае родителям, да? Как он должен успокоить, что в шкафу никого нет, никакого монстра, никакого чудовища. Открыть этот шкаф, заглянуть в него, что нужно сделать, какие вот первые его действия? Да, конечно, это в первую очередь это помочь ребёнку, да, воспринять реальность в таком виде, в каком она существует. То есть действительно доказать ему, что монстров не существует. И, в общем, как-то попытаться снизить уровень тревоги и с другой стороны, конечно, разобраться, потому что всё-таки это указывает, возможно, на повышенный уровень тревоги. И вот надо разбираться в первую очередь с этим, да, с тревогой. Откуда она взялась, почему, ну и как-то работать с ней. Что ж, дорогие телезрители, я хочу напомнить, что мы беседуем о детских расстройствах с психиатром Екатериной Андреевой. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете смело звонить нам в студию и задавать свои вопросы. Наш телефон прежний, 32066-3211-66. А также вы можете задавать свои вопросы по WhatsApp, по 8-964-428-8818. Екатерина Александровна, скажите, а передаются ли психические заболевания по наследству? Это возможно или нет? Ну, вообще риск развития психических расстройств у детей, у кого, скажем, родитель имеет диагностированное какое-то психическое расстройство, он, конечно, существенно повышается. Но, тем не менее, большое значение имеют ряд других факторов, таких как благоприятное течение беременности, родов, раннее развитие ребёнка тоже. Не происходило ли в это время какой-то травматизации? А много ли вообще среди ваших пациентов, то есть вообще маленьких пациентов у вас? Как много их? Достаточно много, потому что, вот как я уже говорила, большая часть обращается с детьми дошкольного возраста для того, чтобы исключить или подтвердить наличие задержки, да, психоречивого развития и расстройства. А как долго лечится вот детская депрессия? Сколько времени необходимо для этого? Ну, если это подтверждённая депрессия, которая, кстати, достаточно редко встречается у детей, да, то и лечится она, в принципе, так же, как и у взрослых, то есть она требует длительного наблюдения и назначения медикаментозных препаратов, ну, в течение полугода, как минимум. Ну, вы говорите, что у детей редко можно поставить такой диагноз, как депрессия, да? Получается, что что-то другое чаще всего вы диагностируете. Что именно это может быть? Ну, чаще всего. Ага, ну, чаще всего в последнее время это нарушение общего развития, так называемое расстройство аутистического спектра, то есть это нарушение социальной адаптации с нарушением общения и так далее. Сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу, не переключайтесь, после рекламы мы вернёмся и вновь продолжим беседовать с психиатром. А мы продолжаем беседовать с психиатром Екатериной Андреевой. И напомним, что мы говорим сегодня о детских расстройствах, о детской депрессии. Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону и задавайте свои вопросы 32-00-66 и 32-11-66. А также вы, конечно, можете задавать свои вопросы по WhatsApp-у 8-964-428-88-18. Екатерина Александровна, скажите, а как ведут себя родители у вас на приёме? Многих же пугает даже само слово «психиатр». И как дети себя ведут? Родители, ну, как правило, да, вот специальность психиатрии, и в том числе и детской психиатрии, она довольно стигматизирована, да, то есть к психиатру обращаются, скажем, в последнюю очередь, когда уже пройдут все остальные инстанции, начиная от соматических, ну, специалистов, да, педиатров, терапевтов и заканчивая психологами. Вот. И, ну, тут мы имеем дело, в общем-то, с сопротивлением каким-то возможным со стороны родителей, да, когда родители до последнего отрицают наличие какого-то расстройства, а особенно это касается депрессии, потому что, ну, родители, как правило, воспринимают это часто как своё какое-то педагогическое упущение, да, как... Свою личную ошибку. Да, да, да. Свою личную ошибку в воспитании, да, в том, как они умеют, могут справляться со своим ребёнком и обеспечить ему какой-то психологический комфорт, да, в семье. И винять себя, наверное, да? Да, родители часто винят себя, и, ну, так как чувство вины, оно, в принципе, довольно тяжело переживается, поэтому часто родители, конечно, отрицают. Вот. Ну, так легче вообще, да, сказать, что у ребёнка всё в порядке, что такого не может быть. Ну, трудно обвинять в этом родителей, но, тем не менее, как бы, если вы сталкиваетесь с какими-то проблемами у своего ребёнка, то постарайтесь всё-таки не закрывать на это глаза, не игнорировать, а всё-таки в первую очередь поговорить с ребёнком не таким образом, чтобы он как-то ушёл, закрылся, не захотел вас расстраивать, а... Более доверительно. Да, именно доверительно, чтобы он признался, даже если он испытывает чувство стыда за это, да, страха, что его будут ругать, возможно, накажут, да, то надо обеспечить ему такое, в общем, принятие, чтобы он смог раскрыться и рассказать вам о своих проблемах в школе или дома, в семье тоже, что может его беспокоить. Например, его могут беспокоить отношения между родителями, но даже об этом, невзирая на то, что как бы ребёнок воспитывается в этой среде, в этой семье, да, он может не озвучивать это, что его напрягает, беспокоит в отношениях с родителями, а тем более, если родители как бы скрывают это. У нас в студии есть звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Пустите. Мой вопрос такой, мы переехали уже в третий класс. Ага. Сколько-то классов уже перенесли, дочка, поменяли классы, и она не может найти общий язык в новом классе. И вопрос такой, как помочь ребёнку в таком случае? Спасибо за вопрос. Хорошо. Значит... Вопросов много, да? В этом случае вы можете, конечно же, обратиться в первую очередь к психологам, потому что всегда, когда у ребёнка меняется привычная среда, окружение, как правило, это происходит при смене места жительства или при переходе действительно в новый класс, то он нуждается в это время в поддержке, в опоре со стороны родителей. А если такие проблемы были ранее, то в этом случае можно обратиться и уже к психиатру, да, и у нас есть такой диагноз, да, который звучит как расстройство адаптации. То есть это уже может быть вот как расстройство. И связано, может быть, с повышенной тревожностью, и в этом случае мы можем воздействовать медикаментозно. У нас в студии ещё один звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Алло, доброе утро. Ага, сорвался телефонный звонок. То есть получается, если отвечаю на предыдущий телефонный звонок, маме нужно будет вначале обратиться к психологу или понаблюдать, поговорить самой для начала, да? Ну, если мама наблюдает, что ребёнок страдает, что у него снизилось настроение, что он тревожится по поводу отношений, не складывающие отношения с одноклассниками, то можно и не наблюдать, а сразу обратиться к психологу, поговорить с ребёнком. Ну, возможно, даже выйти на классного руководителя и как-то поговорить с ней. Доброе утро, мы вас слушаем. У нас в студии звонок. Здравствуйте. 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 Я хотела встретить, у меня девочка-инвалид по неврологии, ей 10 лет. Она часто вот стала мне звонить, что у неё... Она говорит, её слова такие, что голова хочет её уронить. У неё головокружение утренническое где-то в 10-11. То есть какие можно принять таблетки или какие-нибудь препараты или витамины? Ну, тут всё равно недостаточно сведений, да, о том, наблюдается ли ребёнок у невролога уже лечится или какие препараты получает. И вот в соответствии с одной этой жалобой, что ребёнок жалуется, что у него головокружение, и он испытывает такое чувство, что голова, ну, что, возможно, он упадёт. Вы можете обратиться как к неврологу, не как к неврологу, а в обязательном порядке и к неврологу, и можете обратиться и к психиатру тоже для исключения или подтверждения наличия психического расстройства. То есть для начала нужно обратиться к своему лечащему врачу, к неврологу, и потом уже действовать как-то дальше, если есть необходимость, да? Да, или можно это делать параллельно, в принципе. Вот всем известно, что несовершеннолетнему нельзя назначать лечение без согласия родителей. Но как быть, если отношения в семье плохие, нет никакого понимания между ребёнком и родителем, да, а подросток уже сам понимает, что ему нужна помощь, поскольку сейчас молодёжь довольно-таки прогрессивная, они всё знают, они читают, видят. Вот в этом случае, вот что можно сделать и ребёнку, ну и, получается, родителю? Да, к сожалению, довольно часто встречается такое, что ребёнок не может о чём-то рассказать родителю, но при этом испытывает большие проблемы. Например, стесняется рассказать о том, что у него, опять же, какие-то проблемы в классе, в отношениях с одноклассниками, да, он считает, что он может решить это сам, и с 15 лет действительно, согласно закону о психиатрической службе, он может самостоятельно обратиться к психиатру, тем более, если уже там появляется риск какого-то самопровеждающего поведения, если ребёнок не может справиться сам, да, с своими проблемами, то он может проявлять аутоагрессию таким образом, что наносит себе повреждения. В таком случае, да, он является опасным, представляет опасность для самого себя, и в этом случае он может обратиться к психиатру. Это после 15 лет, да? Да, после 15 лет. А если вот ему ещё нет 15, скажем, 14 лет, в этом случае он может обратиться к ближайшему родственнику или к учителю? В принципе, да, он может обратиться к окружающим, в школе, родственникам, ещё кому-то, да, и если они действительно наблюдают то, что ребёнку нужна помощь, то они могут выйти на психиатра, а мы, в свою очередь, чтобы как-то в законном порядке это сделать, можем обратиться в инспекцию по делам несовершеннолетних, в отдел опеки. Ну, в общем, согласно маршрутизации, алгоритму, в общем, всё это решить. У нас в студии снова звонок, доброе утро, мы вас слушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем. Вот такой вопрос. Если ребёнку сказали, что нужно проходить инвалидность через психиатра, то нужно ли обязательная госпитализация? Как сейчас во время пандемии идёт вот этот вопрос по уточнению диагноза в условиях стационара? Спасибо за вопрос. Да, это очень актуальный сейчас вопрос. Дело в том, что действительно в условиях пандемии сейчас везде ограничительные какие-то меры наложены, и в том числе на стационарное обследование и лечение. В этом случае вы можете привезти ребёнка на приём в поликлинику, то есть обследовать его амбулаторно. И для обследования нам необходимо обязательно обследование психолога, который вы можете пройти как в частном порядке сами, так и через поликлинику. Но для начала вам, конечно, в первую очередь нужно прийти к психиатру, в поликлинику по месту жительства. То есть всё это можно сделать амбулаторно и обязательно ложиться в стационар? В принципе, да. Какой случай в вашей практике был самым сложным? Можете вспомнить? Самым сложным? Ну, я бы хотела сказать, обозначить его не как сложно, а скорее как интересно, но и сложно действительно, потому что всё-таки это заболевание. У нас был такой ребёнок, которого мы наблюдали и вели с 5 лет. Были, значит, жалобы со стороны его мамы на то, что он называет себя разными именами и ведёт себя соответственно вот этим разным именам. То есть, как в фильмах показывают, расстройство множественной личности, вот такое мы наблюдали у ребёнка, когда в нём сосуществовали одновременно несколько личностей. А вообще у детей такое редко встречается? Такое встречается крайне редко. Можно сказать, он был у нас эксклюзивным, исключительным случаем. Вы смогли ему помочь этому ребёнку? Ну, в той или иной степени мы, конечно, ему оказывали медикаментозное сопровождение. То есть всё, что от нас требовалось, мы его вели, лечили. Ну, касательно прогноза, это достаточно сложно. Ну, сложно, болезнь. Что ж, огромное спасибо за интересную и полезную беседу, Екатерина Александровна. Я желаю вам удачи, отличного настроения, здоровья и вам. Здоровья, дорогие телезрители. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся с вами на следующей неделе. В студии работала Ларина Сукуева за режиссёрским пультом, Екатерина Голикова и Мария Новгородова. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»